Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас очередная экскурсия по британским школам. На очереди у нас Falling Hall School. Будем мы там примерно через полчаса. Экскурсия начинается из залива Робин Гуд, так и называется, Робин Гуд Бэй. Который находится в пяти минутах езды от школы или примерно в полчаса ходьбы. Ученики школы много времени проводят здесь. И я решил, что его просто необходимо показать. Вот так вот выглядит залив Робин Гуда. Не знаю, насколько хорошо, как, но не надо. Воздух здесь просто отменный. Так что, кому хочется совместить учебу с проживанием на свежем воздухе, я думаю, стоит рассмотреть этот вариант. Вот карта всего того интересного, что можно здесь увидеть. Вдоль залива расположены вот такие вот милые маленькие грабацкие деревни. В общем, одно из тех мест, которое так и располагает к усердной учебе. Вот мы попали в школу. Расположение школы просто эпичное. Вот там сверху съезд с дороги, с небольшой такой проселочной дороги. Такую частную дорогу, которая ведет по двор школы. Вот так вот все это выглядит. За этими зданиями вид на залив, с которого мы только что приехали. В эту погоду здесь чувствуешь себя просто великолепно. Такое ощущение, как будто прибыл в какой-то горный лагерь, а не школу. Такая столовая, пока никого нет. Эта школа рискует занять первое место в моем личном списке по местоположению и первому впечатлению, которое оно производит на вновь прибывшего. Конечно же, впечатление усиливается великолепной погодой. Думаю, они вряд ли гарантируют такую погоду здесь постоянно. Но впечатление просто ошеломляющее. По-другому и не скажешь. Вот это ощущение, которое я уже упоминал, которое меня не покидает, это прибытие на базу отдыха. Дефис. Гостиница, все включено. На заднем плане пахнет едой из столовой. Впереди море, за холмом. То есть за деревьями. Не холмом, а внизу. Залива. Кругом играющие дети. Не похожие на тех, которым сейчас время готовят к экзаменам. Поют птицы. В общем, идеальное место для учебы и проживания. Я побывал во многих школах. Но это вот по местоположению пока меня впечатляет больше всех. Вот смотрите, вот впереди море. Это залив, по которому мы гуляли. Он там вот, за этим полем. Отсюда примерно 25 минут, полчаса ходьбы. Пять минут езды на автобусе, на автомобиле. Внизу, как видите, не знаю, показывает камера или нет, футбольные поля школьные. Туда мы, наверное, сейчас и направляемся. Вокруг лес, природа. Учись не хочу. Я остаюсь. Школьное подсобное хозяйство. Оно больше для красоты. Многих с такого огорода не прокормишь. Место, по-моему, просто великолепное. Школа принимает, вас готова принять студентов на один месяц летом. Улей. Ближе подходить не хочется. Я знаю, в Англии собаки добрые. Насчет пчел статистики не слышал. Школа предлагает ученикам краткосрочное обучение. То есть, по желанию, сюда можно приехать на месяц. Например, в июне. Либо на весь летний триместр, начиная с апреля. На три месяца. Поэтому, если кому-то интересно совместить учебу с очень полезным для здоровья отдыхом, приглашаем. Если бы несколько минут назад я не сказал фразу «Я здесь остаюсь», я бы сказал ее сейчас. Вот так выглядит школа снизу. В этом домике находятся учебные классы. По-моему, в такие места нужно детей ссылать на реабилитацию после учебы. Или сдача экзаменов, например. А учеба сама по себе здесь. Я не знаю даже, с чем сравнить. Если сравнить ее с городской школой, то, наверное, это как действительно проживание на базе отдыха. Представьте себе, учебный класс в лесу. Это учебное здание школы. Находится рядом с главным зданием. Здесь у них научные лаборатории. Компьютерные классы. Вот там в конце мы прошли мимо спортивного зала. Он закрыт, потому что в нем проводятся экзамены. К сожалению, внутрь не попадаем. Но, судя по его размерам, с спортивным оборудованием у них все в порядке. Вот это вот коричневое здание большое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Здесь у них один русскоговорящий мальчик учится Так вот я ему задал вопрос насчет ощущения пребывания на курорте Спрашивал, как оно со временем проходит, усиливается Говорит, ну сначала очень нравилось, со временем к этому привыкаешь Но говорит, все равно после какого-то сложного урока или экзамена Говорит, выхожу на улицу, посмотрю на море, залив, прогуляюсь по лесу И говорит, всю усталость как рукой снимает Так что, это не только я сказал Круктура физики Блок естественных наук Физика, химия, биология Физика и химия Как подсказал мой голос Здесь в этом же здании Где естественной науки Находятся комнаты, в которых проживают студенты Комнат у них здесь немного Соответственно студенты проживают по несколько человек в комнате Это комната для предпоследнего класса И самый старший класс проживает в комнате по трое Это на сколько человек? Это на... На всех? На... Да, 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 получается на 11 Потом здесь дальше есть выход в младшую школу Дети до 6 класса Постирочная Сейчас мы во дворе школы Здесь у них школа музыки И... Идем в студию изобразительных искусств смотреть Все, все Идем в студию изобразительного класса В студию изобразительных искусств Субтитры создавал DimaTorzok